Ровно в 12 дня воскресенья в совхозе Доскина зазвонил колокол. Местные жители в недоумении озираются по сторонам, выглядывают из окон, останавливают машины. Народ, конечно, знает, что в эти минуты колокольный звон звучит во всем православном мире, но в Доскино слышать его не должны, здесь колокольни нет. Это сотрудники Дома культуры на выдумку гораздо, скачали благовест из интернета. К звону из колонки начал подтягиваться народ. Прибыл отец Олег со своей небольшой пастрой, пришла Елизавета Ивановна проверить, что случилось. Все дела отложила и проследовала на звон колокола в адский зал Дома культуры. А я пошла за молоком и слушаю колоколы игроты, я пошла. Удивил, что-то, говорю, может, что случилось, может, пожар какой идет. Когда в ДК собралось все Доскино, слово взял отец Олег, настоятель молитвенного дома в честь покрова Пресвятой Богородицы. Святой Отец напомнил, что в этот день мы чтим память крестителя Руси, князя Владимира. Благодаря ему христианство было признано официальной религией. Это не просто историческое событие. Это вместе с тем и событие духовной огромной важности. И это событие, которое не может, конечно же, оставить равнодушным никакого человека. Считает ли он себя глубоко верующим, или еще он только приступает к вере. ПЕСНЯ Церковные песнопения в Доме культуры не звучали никогда. Это хор церкви Святой Живописной Троицы. Певчие говорят, что акустика в зале не такая, как в храме. Но, похоже, это не мешает наслаждаться мелодией и искусством распева. Я сегодня пришел сюда около 12, вообще ждал, когда концерт начнется. Песни эту вообще, это непостижимо. Я не могу, у меня он. Вы простите, не могу я. Это правда. У церковных песнопений какая-то особенная магия. Когда у нас получается, то, конечно, очень такое благоговейное настроение, состояние душевное. Потом читали стихи нижегородские поэты, а на десерт собравшимся оставили народный хор «Россиянка», который так проникновенно исполняет песни о Руси. Песня «Россиянка» Так крещение Руси в Доскино еще не отмечали. Даже коровы подобрались поближе к Дому культуры. Впрочем, вряд ли их интересуют стихи и песни, доносящиеся из колонок. Местные буренки голов от свежей травы так и не оторвали. Ксения Доринова, Сергей Таиров, Объективно, ННТВ.